И сейчас с нами на связи Андрей Пьянтковский, политолог и журналист Андрей Андреевич. Здравствуйте, рад вас приветствовать в нашем эфире. Добрый день. Вы согласны с такими мыслями Кае Калас, премьер-министра Эстонии, о безнаказанности советской власти, советского режима, что именно эта безнаказанность дала повод и Путину, другим агрессорам, проявлять свою агрессию по отношению к другим суверенным государствам? Ну, после преступления советского режима было совершенно достаточно уже последовательно. Безнаказанными остались не только преступления советского режима, но и преступления против человечества во время войны в Чечне, в войне Грузии, теперь войне в Украине. Кстати, это зафиксировано единогласным решением Сената Соединенных Штатов, которое потребовало от госсекретаря объявить Российскую Федерацию государством-спонсором терроризма. Ну, это фактически означает объявить террористическим государством. Английская формулировка «state sponsor terrorism» означает не просто поддержку терроризма какого-то другого, а, собственно, терроризм – суть внешней политики российского государства. Поэтому очень важно, чтобы вот эта цепь преступлений безнаказанных была прервана, и все те преступления, которые совершены путинским режимом Украины, начиная от преступления развязанной войны до воинских преступлений, совершенных на поле боев, на долгательство над мемом средней, все это получило оценку и справедливое наказание. Естественно, та дискуссия, которая сейчас развернулась в вашем мире, вот и мы собираемся с вами побеседовать на эту тему, как это будет инструктивизировано, как возникнет этот субинал, кто его организует и когда. Ну, естественно, обратиться... Давайте как раз тут по деталям и проходиться. Есть информация о том, что Международный уголовный суд в ГААГе, он намерен начать рассмотрение первого дела о военных преступлениях России в Украине уже зимой 2022 года. В интервью нашим коллегам в рамках марафона «Фридом», интервью коллегам из «1 плюс 1 медиа», вы говорили о трех государствах, которые в будущем должны создать этот трибунал, это Великобритания, это Соединенные Штаты Америки и это Украина. Трибунал должен создаваться на основе чего? Я просто вспоминаю, к примеру, самый известный трибунал, Нюрнбергский трибунал, да, и его создание, скажем так. Будущий трибунал, который будет создаваться, если он будет на самом деле, который будет создаваться, на основе чего это будет происходить? Как вы считаете? Здесь ключевое слово «держава победительства». Самый знаменитый, самый действенный трибунал Нюрнбергский, кстати, так аналогичный был трибунал над японским военным приступом. Он создавался державами-победителями, и они этого не скрывали. Дискуссия шла сначала между США и Англией, начиная с 1942 года, потом присоединился Советский Союз, и окончательное решение было принято в Падзидаме. Вот вы справедливо совершенно упомянули существующий, Международный уголовный суд. Он очень активно проявил себя в последнем преступлении путинского режима во время войны в Украине. И вы справедливо отметили, по-моему, даже не одно, не сказать. Есть конкретные обвиняемые, конкретные преступники. То есть я бы сказал, что сейчас навещается три таких линии. Ну, во-первых, национальное преследование преступников. Это судебные органы Украины. Есть первые осужденные, уже отбывающие наказания известно. Постоянный Международный уголовный суд. Он где-то в ноябре-декабре предъявит целый ряд обвинений. Это постоянный орган. Он был основан в 2002 году. Правда, необходимо заметить, что, по существу, все ведущие страны не являются его членами-учредителями. Соединенные Штаты и Россия подписали в 2002 году протокол о создании уголовного суда договора, но не ратифицировали его. Соединенные Штаты задали позицию, что это вмешательство в суверенитет американский. Ну, и понятно, какую позицию занимает последовательная Россия. Также они являются членами этого суда. Израиль, Китай и Индия. Практика его работы в основном по военным преступлениям, совершавшимся во время конфликтов в Африке. Причем он не ограничивается при обвинениях рядовым исполнителям. Самый известный обвиняемый, которому этот суд подъявил свое обвинение, это бывший президент Судана Башир. Так что, в принципе, ничто не мешает тому уголовному суду, о котором идет речь, поднимаясь от рядовых преступников и раскрывая общую картину преступления, предъявить, в конце концов, обвинение в голове российского государства. Но, на мой взгляд, это не отменяет масштаб преступлений, совершенных путинским режимом, таков, и не только в Украине, что это не отменяет создание именно державными победительницами. Ну, а он не может создать этот трибунал, пока Россия обладает правом ВЕТОСа. Вот одна из причин, что решать, привлекать преступника, как ответственно, нет, решает сам преступник, периодически совершающий это преступление Советской Союзной Российской Федерации. Поэтому... Андрей Андреевич, вы просто сейчас, извините, я хочу вот ухватиться за вашу фразу, о том, что не только за те действия, которые Российская Федерация совершает в Украине, получается, должны Путина судить и за начало Российско-Чеченской войны, агрессии против Ичкерии II, и за ситуацию в Грузии, да, вот у нас как раз в эти дни, когда мы с вами говорим, годовщина этих страшных событий, нападения на Грузию со стороны Российской Федерации, получается, путинский режим, как такая целостная сфера, она должна получить оценку за все 20 плюс лет действия в Российской Федерации. Правильно я вас понял? действия не только на Российской Федерации, но и на внешнеполитическом арене. К вашему списку я бы добавил чудовищность преступления совершенно путинским режимом в Сирии, между прочим, так сказать, при полном пропустительстве западных держав, особенно сегодня я, при президентстве Обама, я помню, как периодически встречались с Кэрри и Лавров, и Лавров был совершенно, так сказать, доминантным таким альфа-самцом в этих приговорах, заставлял Кэрри подписываться под документами, объявлявшими еще одну организацию повстанцев, выступающую против осады террористической, и давая тем самым лицензию Москве на ее уничтожение с воздуха. Они уничтожили целый город, Алеппо разрушили совершенно дикими средствами. Кстати, командовал там военный преступник, генерал Дворников, которого на короткое время назначили главным и в этой акции в Украине, и его вскоре убрали с этой дуны, но и здесь он уже успел отметиться, этим военным преступлением. То есть путинизм – это некое такое же явление в мировой политике. Да, это продолжение советского режима, но в чем-то еще более опасное. Вот форму Рональда Регена «Империя зла» гораздо более подходит к современной России, чем к самому позднему, уже позднему периоду Советского Союза, там при Брежневе, потом при Горбачеве. Это даже почти уже такое последние годы советскими, вегетарианскими, по сравнению с теми преступлениями, которые совершает вот этот человечек, работающий на дистанции. Вы так сказали, работающий на дистанции. То есть, я так отклонюсь от нашей темы, то есть в бункере все-таки он, по вашему мнению, сидит и не вылазит, правильно? — Да. Именно поэтому я считаю, что никакой Совет Безопасности не сможет. Более того, я не уверен, что Организация Соединенных Наций попустите всем этим преступлениям, в том числе и в агрессии в Украине, останется в таком виде, как он у нас. Сейчас обсуждается, ну, вы можете узнать, а как же, как она может измениться, когда там Россия блокирует? Очень просто. Все государства, те же самые победители, их союз, выйдут из Организации Соединенных Наций и создадут другую. Пусть Россия останется в Организации Северной Кореи, там Ираном, Демократическом Конго. Может быть, даже они там захоронят право вето. Эти изменения неизбежны. Вы понимаете, после каждой мировой войны, а то, что сейчас происходит, это, безусловно, Четвертая мировая война. Я называю ее Четвертой, потому что Третьей была холодная война, в которой Советский Союз потерпел поражение. И вот это название Четвертой, мне кажется, оно более явно акцентирует вот эту параллель Путина с Гитлером. Гитлер развязал Вторую мировую войну как попытку реванша Германии за поражение в первой, а Путин как попытку реванша Советского Союза и его правоприемника России взять попытку реванша за поражение в третьей волне. После каждой мировой войны новый мировой порядок, новая структура безопасности, новые международные институты создаются державой победительной. Так было всегда. Так было на... После Непроновских войн было на Венском конгрессе, после Первой мировой войны на Версальском конгрессе, после Второй мировой войны в Патсдаме. И после Четвертой мировой войны да, ключевые державы, победительницы, те, кто... Эта война объявлена Путина и не только Украина. Она объявлена была еще 15-го... Украине она была объявлена 20 февраля 2014 года. Вы помните, эти преступники даже выдали себя, выбив эту дату на медальках, которые они выдавали потом за освобождение так называемого Крыма. А 15 декабря Путин предъявил ультиматум всему миру, причем западу НАТО, собирайте, собирайте банатки и убирайтесь вон. И вот эти державы, победительницы, это Украина, конечно, которая несет на себя всю тяжесть этой войны, Соединенные Штаты Америки, оказывающие серьезнейшую, серьезнейшую военную помощь и, безусловно, Великобритания. Борис Джонсон, Лидер. Один аспект, вы знаете, вот я о нем хотел чуть позже поговорить, но тем не менее, процесс того, как посадить Владимира Путина на скамью подсудимых, физически, да, чтобы это не было заочно. У нас есть мнение Дениса Малюськи, это министр юстиции Украины, он в комментарии «Радио Свобода» говорил о том, что можно судить Путина за преступление и агрессию, но для этого нужно создавать, ну, в том числе, отдельный трибунал, отдельный орган, скорее всего. Сейчас услышим его заявление, вернемся к обсуждению. Есть понимание того, как этот трибунал должен выглядеть, и есть понимание, как это можно и следует оформить. И, собственно, сейчас ведут отдельные переговоры, как с отдельными странами, так и с международными организациями, чтобы такой трибунал создать. Но, опять же, как и с классическими судами, ключевое препятствие – это получение доступа к тем, кого будут обвинять в совершении преступления, в частности, преступления и агрессии. Ключевое преступление для такого трибунала может быть рассмотрение дела трибунала заочно в отношении Путина и его окружения близкого, что позволило бы получить переговор сравнительно быстро. Однако, насколько это соответствовало бы ожиданиям общества, это еще не совсем очевидно. Денис Молюсько, министр юстиции Украины из интервью Радио Свобода. Андрей Андреевич, я, вы знаете, сомневаюсь в том, что общество воспримет заочное осуждение Путина Патрушева, Нарышкина, других представителей Кремля, ну, заочность, она не несет за собой никакой ответственности. Возможно. Хотя, если страна будет признана государством спонсором терроризма, на нее накладываются определенные уже, там, условные санкции, только в этом уже направлении, да, там будет уже тяжелее самому государству жить. Что дает, по вашему мнению, вот это заочное осуждение? Нужно ли оно в таком мере, в таком виде? Заочное осуждение можно вынести сегодня, оно не добавит ничего нового, ни жертвам этих преступлений, ни оздоровлению международных отношений. Я возвращаюсь к ключевому слову. Победители. Судить будут державы-победители, и это будет происходить после победы. Победа Украины, победа коллективного Запада над путинским режимом, она, безусловно, резко, ну, давайте будем говорить совершенно в конкретных терминах. Сейчас вся Украина ждет вон там наступление вооруженных сил Украины, освобождение, освобождение Херсона. Уверяю вас, это событие станет громадным психологическим шоком и для русского общества, и для российской, и для так называемых, и для бункера. Больше скрывать от себя самих, от народа то, что Путин потерпел стратегическое поражение в своей программе взять Киев в течение три дня, посадить там марионечное правительство и уничтожить украинское государство. Больше скрывать это поражение, это преступление уже будет невозможно. Произойдут серьезные политические изменения. Я не вовсе не утверждаю, что сразу же придут к власти какие-то замечательные прогрессивные силы. Прежде всего придут к власти такие же негодяи, как Путин, но уже другие, потому что в этих в уголовных структурах, а таковой является военно-политическое руководство России, действует суровое право, а пущенный пахан уже не пахан. В случае явного вот этого поражения российской армии я уверен на сто процентов, что Путин будет смещен, заменен другими негодяями на первый период, и они будут их желание, я не думаю, что мы получим доступ к ему телу и к его удовлетворению от зрелища Путина, например, в клетке на главном процессе над русскими военными преступниками в Мариупольском театре после победы. Я думаю, что он будет быстро ликвидирован его же окружением после того, как будет ясно, что он проиграл, потому что слишком задачей следующих властей будет как-то отмазаться от его преступлений наиболее одиозных. Ну, мы же знаем эту форму классическую советских времен. Оказался у нас отец не отцом, а сукой. Вот именно это все ближайшие члены, все эти Нарышкин и Патрушевы скажут на следующий день после падения Херсона о том же Путине. Как дальше будут развиваться события, я не хочу, не буду сейчас сказать детали, но путь к наказанию военных преступников это путь к победе Украины, к победе западной коалиции. Андрей Андреевич, вы говорите уверенно о победе Украины и союзников в войне против Российской Федерации, хотя союзники напрямую не участвуют своими военнослужащими, добавлю это скажем так для протокола. Есть мнение господина Подоляка, это советник главы Офиса президента Украины, в интервью немецкому изданию Тагиш Пигель, он заявил, что Кремль ожидает, что Запад устанет поддерживать Украину, сейчас Россия планирует на полгода заморозить войну, чтобы стянуть больше войск, вооружение на фронт. По его словам, господина Подоляка, Украина должна переходить к контрнаступлению, чтобы освободить больше территорий, особенно на юге. Когда вооруженные силы Украины освобождают все больше территорий, к примеру, в Херсонской области, Владимир Путин либо ездит на встречу с Эрдоганом, то есть Эрдоган к нему на встречу, и проскакивает в СМИ сообщения о каких-то переговорах, о посредничестве Эрдогана, либо же есть еще второй полюс реакции Кремля на действия эффективного вооруженных сил Украины. Это шантаж, ядерный причем шантаж. И разве чем ближе к победе, чем ближе к освобождению того же Херсона, вот эти весы, они начнут опять наполняться переговорами с кем-то и опять ядерным шантажом не только против Украины, но и против всей Европы, да ладно, всего мира. Отвечаю вас по-моему. Да, Путин назначил сейчас самым главным по организации переговоров. Он отчаянно нуждается сейчас, и это, кстати, подтверждает высказанную оппозицию о стратегическом поражении и неизбежности победы Украины. Он отчаянно добивает сейчас перемирия. Ну, просто бесстыдно. Например, как раз перед встречей Эрдогана 5-го числа, когда он там обсуждал этот вопрос, он вытащил откуда-то из заднего кармана уже абсолютно скомпрометированного человека, бывшего канцлера Германии Шредера, который тоже по темечку прочел ту же самую мантру, что вот сейчас очень позитивные результаты достигли на переговорах по Зерну в Турции, и теперь нужно продолжить эту линию и добиться перемирия. Откуда появился это? Ну, потому что та ставка, которую первую ставку с переговорами Путин делал на Макрона, Драги и Шольца, которые 16 июня приехали в Киев, чтобы нарезать украинского руководства этот капитальянский и итальянский план, именно прекращение огня и вот фиксация этих уже свершившихся территориальных захватов России. Очень мудро поступило украинское руководство, прежде чем принять их, и ткнули носом, повезли в Ирпене, ткнули носом вот как раз те военные преступления российские, военщины, о которых мы говорим, и после этого они даже не осмелились поднимать этот вопрос о своем итальянском плане, а Макрон даже на пресс-конференции повторил формулу Остина о том, что целью войны является победа и восстановление территориальной ценности Украины. Эта миссия провалилась. Теперь он нашел Эрдогана, который будет этим заниматься. Почему на это пошел Эрдоган? Ну, потому что Путин платит ему очень большую цену. Он ему уже сдал всю Армению и Нагорный Карабах. Вы видели, что происходило за день до приезда Эрдогана и за день после. Азербайджанские части, ну, разумеется, с полным согласием с действием той же Турции, они занимают позиции господствующей высоты в Блачинском коридоре, связывающем Армению с Нагорной Карабахом, то есть ту территорию, которая якобы контролируется российскими миротворцами. Я думаю, что они договорились, он сдаст Эрдогану и Сирию. Турция готовится ввести войска в Сирию, явно с задачей расширить контролируемый ей сектор Бедлиби, где собрались сирийские подстанцы, сражающиеся с осадом, ориентирующиеся на Турцию. И Турция, конечно, хочет освободить от осада и от тех же российских военных исторический город, второй город Атаманской империи Алеппо. То есть Путин в таком отчаянном положении, что он предает и союзника по ДКБ Пашиняна, и осада, которого он бросился спасать в 15-м году, так отчаянно он нуждается в помощи Эрдогана. Эрдоган умный человек, он же понимает, но он приедет тоже в Киев. Ну, когда его приведут в Верпень, это на Эрдогана большое впечатление не произведет, он человек циничный, он видел много такого на Ближнем Востоке, но ему же скажут твердое нет, с какой стать Украина будет соглашаться на самоубийственное предложение. Эрдоган потом разведет руками, скажет, другой друг Владимира, я постарался, но украинцы не соглашаются, а в это время у него будет в кармане уже и Нагорный Карабах, и Сирия. Вот это показывает, в каком отчаянном и безнадежном положении находится Путин, схватаясь за любую соломинку, которая поможет ему достичь прекращения огня. Теперь позволите второй вопрос о угрозе ядерным оружием. Ядерный шантаж это исключительно эффективный инструмент российской внешней политики. Он угрожает ядерным шантажом очень эффективно примерно с 2008 года и добивался массы целей. Прежде всего Украину и Грузию отказались принимать в НАТО на Бухарестском саммите, потому что Путин угрожал, что это ему не нравится. опасения использования ядерного оружия помешали эффективно международному сообществу эффективно ответить на агрессию в Грузии, на аннексию Крыма и так далее. Но шантаж он хорош, когда что-то угрожаешь и получаешь от этого военно-политические дивиденды. Но предположим он сейчас использует ядерное оружие, но он совершит страшные преступления, уничтожит украинский город погибнуть до десятки миллионов людей. Но какую цель он достигнет военную, что Украина капитулирует, война становится, западные державы ему не ответят, еще как ответят, и это ему очень было твердо обещано. За эти годы американцы даже создали для него специальный новый вид ядерных вооружений. У них не было раньше вот таких боеголовок маленьких тактических. Это распорядился сделать пенист обороны Метис при Трампе, которого он потом уволил. Они на двух подводных лодках стратегических Агайо заменили большие боеголовки, предназначенные в случае такого уже полномасштабной ядерной войны, когда обе стороны считают друг друга 50 кг на маленькие тактические боеголовки 5 кг тонн, которые Путин гразился использовать. И Путину по всем доведительным каналам сообщено, что американцы приняли официальную военную доктрину, что в случае использования тактического ядерного оружия, его расчет был на том, я вот буду угрожать ядерного оружия использую, они дрогнут и капитулируют. Мы сейчас и на уровне политических заявлений, и в металле, вот, в форме этих специально для него приготовленных боеголовок, ему твердо обещали, что он ошибается, они не капитулируют и ответят. Вот первая причина, я уже сказал, он не получает никаких выгод, вторая, это угроза его личной жизни, он не шахид, он очень хочет жить, он не сумасшедший, и он понимает, что он просто погибнет в случае ядерного обмена ядерного и третья, ну, ядерная, я вам скажу, ядерная кнопка, она не это не кнопка, стоящая на столе, которую он должен нажать, это сложная процедура, которая включает до двух десятков линии командования, офицеров и так далее, и трудно представить, что среди этих 20 человек все окажутся таким же безумцем, как Путин. Все это делает, на мой взгляд, крайне маловероятным использованием ядерного, тем более, вот, если вы заметили, в последние дни появились какие-то новые нотки в российской пропаганде, он, видимо, это понял, вот он обратился к конференции ООН по нераспространению, исходим из того, что применение ядерного оружия невозможно, потому что в нем нет победителей, но, может быть, понял что-то, и, кстати, китайские товарищи неожиданно тоже внесли, внесли, да, давайте все откажем, что-то я не знаю, ну и российская делегация ничего другого не могла, как дружелюбно взмахнуть хвостиком, против китайцев, они уже не могут ни в чем, так что еще раз скажу, обе, первое, для него решается очень просто, Украина никогда не согласится, а второе, я полагаю, что он хочет жить, поэтому отчаянно ищет не ядерной войны, а перемирия. Путин хочет жить, вот так нужно также назвать наши с вами интервью, я думаю, Андрей Андреевич, спасибо вам огромное, за то, что нашли время с нами пообщаться, всегда вас рады видеть в нашем марафоне Freedom, напомню, Андрей Пентковский был с нами на связи, политолог, журналист.